Вот сегодня 10 октября до 1015 года, суббота. Прошел мощный дождик, ну и говорил мне Женя Долгов, как только такая погода будет, комбайну нельзя работать, а комбайнер работает и на грейдере, из-под Степного. Тут километров, наверное, 18 до них, кто мерил, не знаю. И вот накануне опять у Игоря, вот она, дорога вся, кажется, задристанная. Коровы вышли, какие отпечатки у них, вот они. Трассу мою портят, она как шилом протакает. Прошли, вот оно, все. И у него убрать ничего нельзя. Мне надо чистая поверхность. И вот сейчас там он дальше, Никита и Надежда Васильевна граблями убирают листья, которые тут упали. Я плохо снимаю, руки трясутся. Там дальше наверху матушка приходила и что-то. Командовала, видать. Вот они убирают. Это помощь, потому что должна не на листья лечь, а прямо на землю, песок. Но если это так благополучно будет, сейчас грейдер разгладят все, все, но все-таки 200 тонн песка завезет, вот они как стоят. Иду я здесь. То можно завозить, будет щебень. Уже песок заказывает, понравился. Надежда Васильевна с кем-то хотела пополам КАМАЗ. 4000, я говорю, ну, он все не свалит, поднимет кузов-то, оно все и свалилось. Залазьте, выкидывайте, но он ждать не будет. То есть что-то надо делать или целиком, или нисколько. Вот они работают. Сейчас дал мне эти указания. Трасса 4 метра шириной, и по сторонам на метр песок отлетит. Больше не надо ничего. Понял? Понял. Грабли дал в руки, пошел в сторону. Там прихожу, лежу издалека, он уперся в сторону, а дороги гребет. Там, куда трасса уходит, тут трасса. Там еще не будет. Подошел, зачем ты это делаешь? Ответа никакого нет. Ну, я же тебе наказал. Ну, я тебе что, веревочку сейчас привяжу, колышек забью посреди трассы, чтобы дальше длины веревочки ты туда не выходил. Вот. Ну, будешь ты делать, как сято? Буду. Но опять дальше начали работать. То есть он делает, но и только я отвернулся, он сразу начинает делать. То есть, как говорят, не реализованная идея внести что-то новое, вот она у него так воплощается, новая, старая, не постигнув. Что ты знаешь новая-то? Новая ничего не будет. Они вот на расстоянии 14 метров песок 10 тонн. 10 тонн. Вот вчера за щебенку отдали 237 тысяч. Тысяч? Это, мне не знаю, надо, года 4 не пить, не есть, чтобы собрать такие деньги с моей пенсии. Рядом огромнейшие тополя. И вот они все, листья, вот это, ветла, все заваливают. А вот прямо за березками это наш огородчик. Вот был сейчас этот Сашенко Алексей на бульдозере. Я его попросил сдвинуть. Тут из огорода тут же была контора, школа, когда деревня-то разваливалась. И все это брошено, и все под землей. И все выковыривается, и выковыривается. Ну, а он что? Он говорит, я могу толкать только. И правда, опустил нож свой, и вот крайний проехал. Проехал, и он туда дальше уволок. Уволок, все, вот она, куча лежит. Все кирпичи, железки. Вот она где. Помощников Бог дает. Работает. Помощники, конечно, не коровы. Вот сейчас идут, вот край прямо, ну, весь из копытеля опять. Перед этим было уже, мы зашлепывали, зашлепывали эти. И главное, после дождя, вы, Игорь, и он, как и не виноват. Ну, вылезли корову, там сломали прясло. Ну, есть поговорка, один раз случайность, два раза система. И как только дождик, мне делать надо, накануне ночью коровы ушли. Ушли они, вот бродили, и прямо, ну, все загажено ими, пометом коровьем. Нет, трасса, необходимая чистая, вот сейчас ее чистят, дал даже веники, вымести надо. Вот. Надо бы, ну, как бы сухое время-то, потому что грейдер сейчас пойдет, он на колесах сколько утащит, но никак по-другому. Грейдера иначе не будет. Вот мы не можем закончить. 10 октября всегда уезжаем, даже выехать были сегодня. Сергей вчера выехал. А мы никак не оконченная работа. И мы обязаны работать. Почему? Потому что дальше он, стадо деревенское, ну, через ветви плохо видно. Пасет Исааки сегодня. Я вышел встречать грейдер далеко, увидал белая корова далеко, подозвал, подбежал. Корова-то твоя, не дай-то барабаша, она давно ходит. Как давно? Потерялась? Главное, ни медведей нету, ни волков, никого. Потерялась-потерялась. Ходит она, дайона-недайона, не знаю. Но ничего с ней не случится. Вот так. Отключил. Вот и приехал грейдер. Делай, уменьшай, приближай. Отсади в коронку. Вот так он выглядит, грейдер. Какой вот механизм такой вот. Сзади у него ковш. Высота определенная. Вот Игнатий Тихонович. Долго ждал его. Дождались, наконец. Прошел дождь, освободился водитель, который занят был на комбайне. Теперь он может на грейдере тут нам поработать. Вот тут 20 куч песка по 10 тонн. 20 КамАЗов. Вот такие дела. Тут у него сцеп. Вот у него ковш такой. называется скребок. Сцеп. Сейчас получат инструкции, шофер начнет работу, мы будем снимать. Мы помолились, шофер не молится, надеется на себя. Пойдет, пойдет. Тут его ожидает первая куча песка. Мы тут утром листья убирали, я как всегда попер куда-то не туда, получил облегчение. Ну слава Богу. Вот так оно все начнется. Как оно там? Сегодня наша суббота, 10 октября. Мы все в Потеряевке. У меня разговор идет, а тебя какая-то сила гонит куда-то от меня. Ну я разговор дал тебе для чего, чтобы ты записал что-то, я ему сейчас сказал, тебя нигде нету. Куда ты сейчас пошел-то? Ну зачем ты ушел? Не докричать-то ничего, машина гудит, ничего не слышно. Попер и попер и попер. Ну я постоял, громко сильно работает. Ну я ничего не могу сказать. Ты самовольничаешь. Ты вот сейчас корова одна зашла, я сказал погнать ее сюда, развернуть ее от трассы-то. Ты пробежал вот этот весь участок леса с этим, с Исаакем, с той стороны, с граблями и попер и попер их, а там болото. Не остановить, не докричать. Я понимаю, у тебя в жизни не встречалось, что табу, натара там, и тебе интересно гнать, но гнать куда? Вот он пошел, сейчас посмотрим, как он делает это дело. Иди за граблями своими. Вот он сейчас подходит. Алексей звать его? Вот, это да... Вот он помаленьку разравнивает, сразу не как, по шестям. Тонет тут, вот он как. Тянет, я прямо рядом иду с ним. Грейдер, а который вот так вот подцепляет, много везет. Он до 100 тонн, я нашел, скрепер называется. Это совсем другое, он может набирать, ковш и увозить. Есть такие прицепные скрепера, а это грейдировать, разровнять дорогу. И он спросил, прямо говорит, на тоннеле засыпали? Я говорю, нет, там и ближе, и дальше. Он говорит, вот это хорошо. То есть мы даже не зная этого, как бы высеслили. Вот он подправляет тут. Вам помочь? А то вот у меня помощник тут один есть. Никита, далеко не уходи, э! Иди сюда, рядом иди. Может, еще поможет надо. Ты далеко не уходи. Вот ему тут надо подворачивать. Он еще подворачивает, он. Не отходи. Может быть, потребуется. Где-то там встань в стороне, там туда. Вот он, врезался. Вот так, маленько снял шкурку. Дальше. Никита тут у меня чуть не убежал. Я задержал ее. Может, сгодишься. Он вот этот нож направляет. Видишь, он как он его цепляет, выравнивает. Нашу землю берет. Это вообще интересно. Придумали, как эту машину. Сколько перед нами людей прошло. Вот так. Грабли-то там, смотри, не отпускай, и вдруг грабли. А то раздавят. Я с другой стороны зайду, показать, как первый раз он идет. Грабли-то там. Смотри, смотри, там впереди Надо где-то взять топор или еще согнуть их Ты сейчас пойди там у матушки или еще спроси Понял, нет? Топор что-то принеси сюда или кувалду к Игорю, забеги, попроси